Во дворе спорта молодежной прошли соревнования для людей с ограниченными возможностями. В этот раз турнир проходил не только по традиционным видам спорта, но и по необычным – бильярду и аэрохоккею. Лидия Строкова сегодня впервые на воротах в аэрохоккее. В свои 72 пенсионерка испытала себя во многих видах спорта, но сегодня стала настоящей фанаткой аэроигры. Мотоцикли я гоняла, мастер-спорт по лыжам, с парашютом прыгала. Вот сегодня попробовали аэрохоккей. Как вам? Очень интересно, энергии столько прибавляет, а то вообще что-то. Уже суставы никуда, да. А здесь оно движение, оно все разминается. Еще один новый вид соревнований – турнир по русскому бильярду. Правда, пока соревнования проходили исключительно среди мужчин. Евгений Асташкин давно играет и любит бильярд. Считает его одним из основных занятий для людей с ограниченными возможностями. Это как бы праздник, потому что они, сами понимаете, ограничены своих возможностей. Многие сидят дома, а вот вы, если поучаствовать в соревнованиях, показать свои возможности, я думаю, это полезно и нужно. Не торопись. Молодец. А это уже более традиционный вид спорта для подобных спартакиад. В бросках мяча в баскетбольное кольцо принимают участие практически все спортсмены. Сегодня был поставлен своего рода рекорд по количеству участников. Вот сегодня у нас присутствует порядка 60 человек. На самом деле это очень-очень много, потому что, сами понимаете, некоторые добирались у нас из других городов, то есть там из Шатура приезжали, приехали из Орехово, Зуево, из Егорьевского, из района Егорьевского приехали. Сами знаете, что у нас в районе, да, две, скажем так, звезды, да, то есть это Абаденов Алексей, да, наш велогонщик, да, и также Иванов, это вот наш серебряный призер в Сочи, да, по слайд-хоккею. И это очень важно, показывать им этот пример, и чтобы они проявляли свои способности. Несмотря на то, что в спартакиаде все же были призовые места и медали, без наград никто не остался. Все участники были отмечены дипломами.